Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Сегодня мы будем говорить о вегетососудистой дистонии и жаре, и о симптомах вегетососудистой дистонии, почему они усиливаются при определенных факторах, при определенных обстоятельствах. Если вы этот ролик смотрите первым и он попался вам в ютюбе, подпишитесь на канал и обязательно посмотрите предыдущие ролики, вы найдете упражнения для панических атак, для агорофобии, для УКР. Не пожалейте вашего времени и посмотрите внимательно, а уже потом будете задавать множество вопросов. Значит, я уже не знаю какой-то ролик по счету, 300 там уж какой-то наверное, но меня ребята вконтакте спрашивали по поводу жары и сегодня мы будем говорить об этом. Но прежде всего давайте разберемся, если вы задаете вопрос о том, что такое вегетососудистой дистонии на жаре или почему она усиливается на жаре, это говорит о том, а вас немало таких вконтакте, как я увидел. Это говорит о том, что вы не понимаете, что такое вегетососудистая дистония и не понимаете суть ее течения, суть ее диагностики. Значит, первое, давайте я вам дам такую рекомендацию. Когда вы придете ко врачу, к неврологу, к кардиологу или врачу общей практики и он вам поставит ВСД, не пожалейте времени и задайте то, что я сейчас вам скажу. Спросите то, что я сейчас вам скажу. Попросите врача достать международную классификацию болезни 10 пересмотра, так называемую МКБ-10. Люди ставят в России диагнозы согласно МКБ. То есть, невозможно поставить диагноз, которого в МКБ не существует, потому что врач должен поставить диагноз, он должен собрать жалобы. На основании дифференциальной диагностики он должен поставить предварительный диагноз. Когда вам ставят диагноз ВСД, задайте вопрос. Покажите мне пальцем рубрику вегетососудистая дистония, на основании чего вы ставите мне такой диагноз. Если он вам ничего не сможет показать, посмотрите на его выражение лица и как он это объяснит. Если он вам покажет рубрику F45.3, самотоформное расстройство вегетативно-нервной системы, задайте ему следующий вопрос. К какой рубрике относится F45.3? И вы увидите, что это относится к рубрике F4. А рубрика F4 называется самотоформное, связанное со стрессом невротические расстройства. Проще говоря, это неврозы. А затем задайте вопрос, кто лечит неврозы и каким образом неврозы вообще, собственно говоря, подвергаются коррекции. И вы увидите, что неврозы это обратимые нервно-психические расстройства, преимущественно стрессогенного характера. И они обратимы. Поясню. Ваша вегетососудистая дистония, это не какая-то болезнь сосудов, это не какая-то болезнь сердца, это не какая-то болезнь, у которой есть какие-то симптомы и есть какое-то лечение. Это проявление эмоционального расстройства. Это первое, что вам надо понимать. Следовательно, когда человек находится в тревожном расстройстве, естественно, его вегетатика напряжена. Давайте я расскажу коротко про кардиофобию, например, потому что многие говорят, у меня на жаре усиливается вегетатика, потому что сердцу хуже. Значит, смотрите, как возникает кардиофобия. Вот просто послушайте логику кардиофоба. Логика кардиофоба следующая. Он мне говорит, Алексей, у меня очень часто стучит сердце, и меня это пугает. Я говорю, окей, хорошо. Ну, давай посмотрим по-другому. На самом деле, все выглядит совсем наоборот. На самом деле, все выглядит таким образом. Ты, ввиду своей тревожности, не актуализировавшимся невротическим состоянием, постоянно начинаешь сначала думать о том, что с тобой что-то не так. Затем ты увидишь и чувствуешь усиленную тахикардию от общей базовой тревоги. Ты начинаешь думать о том, что сердцем что-то не так. Ты начинаешь думать о том, что оно как-то бьется часто, и начинаешь постоянно думать о своем сердце, причем думать начинаешь очень тревожно. Эти тревожные мысли вызывают общее состояние тревоги. Общее состояние тревоги, естественно, проявляется в виде тахикардии. И ты говоришь, у тебя просто постоянно стучит сердце, потому что с ним что-то не то. Вовсе нет. У тебя постоянная тахикардия, потому что ты постоянно находишься в тревоге по поводу своего сердца. Понимаешь, как ты себя запутал? Еще раз повторю, только медленно. Ты думаешь о том, что у тебя есть просто общая тахикардия ввиду какой-то вегетососудистой дистонии. И считаешь, что надо вылечить вегетососудистую дистонию, тогда твоя тахикардия закончится. Но на самом деле это не так. Слушай меня внимательно. Ты сначала испытываешь общую тревожность ввиду чего-то постоянно прислушиваешься к своему организму и чувствуешь тахикардию, потому что ты тревожишься. А затем ты постоянно начинаешь думать о сердце, о том, как оно работает, как оно стучит, а сегодня как оно бьется. И ты сам постоянно создаешь тревогу за собственное сердце. И эта тревога вызывает тахикардию. То есть ты сам вызываешь тахикардию, а потом ее начинаешь интерпретировать как некий автономный симптом ВСД. Хотя на самом деле твоя тахикардия это обычное последствие того, как ты себя тревожишь. Так вот. Суть заключается в том, что когда у человека актуализируются невротические расстройства, он начинает быть переполнен общим напряжением. Раздражительностью, слабостью, тревогой, мнительностью и так далее и тому подобное. И он начинает интерпретировать все, что вот буквально под руку не попадется, как опасность. Раньше на жаре ты прыгал там, я не знаю, бегал, сегодня для тебя жара является фактором риска. Когда ты пил много таблеток и там антибиотиков, что-то там только не делал, сегодня ты каждую таблетку начинаешь, сука, рассматривать как фактор риска, читать аннотацию, как оно работает, какие побочные эффекты, а вдруг раньше ты спокойно ездил на далекие расстояния в автобусе, сегодня у тебя автобус или далекое расстояние является фактором риска, потому что вдруг все-таки в пути что-то произойдет. Понимаете, да? То есть на самом деле правда заключается в том, что вы постоянно ввиду вашей тревожности окружающую среду начинаете интерпретировать. Вы всему пытаетесь, вы во всем пытаетесь увидеть фактор риска. Это связано с самолетами, с жарой, с дистанцией, с таблетками, с кофе и так далее и тому подобное. Я к чему? К тому, что когда вы говорите мне о жаре, надо понимать следующее, что сама по себе жара, например, в сауне или там лето, у вас жарко, не вызывает никаких неврозов, не вызывает никакой вегетососудистой дисфункции, не вызывает усиление для ВСДшников. Вот этот вот миф о том, что ВСДшники тяжело переносят жару, это такой бред, ребята. Это такой бред, который просто уже не смешно. Объясняю, почему вам хуже на жаре. Во-первых, в принципе, любым людям на жаре тяжело. Любым арабам в Дубае, эскимосам в Нью-Йорке, всем плохо на жаре. Это надо понимать. У всех на жаре симпатический парасимпатический отдел находится в напряжении, потому что вы потеете, это вегетатика, потому что температура тела усиливается, организм пытается его остудить, потому что вы теряете воду, у вас жажда, сердце бьется усиленно, потому что температура тела повышена. Это нормальные явления. Вот если человек находится в неневротическом расстройстве, то эти нормальные явления на жаре для него не являются каким-то угрожающими, каким-то странными. Они для него являются просто факторами дискомфорта. А вот для человека тревожного это является доказательством, что у него и так все плохо, еще и жара наслаивает на это, и он делает вывод о том, что жара является фактором дополнительного риска и фактором дополнительных каких-то обострений. Это вовсе не так. Жара никаким образом вас не обостряет. Вы интерпретируете жару как фактор риска, который вам мешает, и этой интерпретации создаете повышенную тревожность. Получается, у вас общая тревожность, плюс у вас тревожность за интерпретацию жары, вы чувствуете себя хуже. Только не хуже из-за жары, а чувствуете себя тревожней, потому что вы интерпретируете. Отсюда вывод. Перестаньте вообще думать о тех градусах и о той погоде, где вы находитесь. Думайте о том, что вы делаете, куда вы идете и так далее. Потому что, если вы начнете концентрироваться, а это не опасно, а как я себя чувствую, а какая температура, а жара, жара. Возьмите вы с собой, как обычный нормальный человек, воду. Пейте вы воду свою спокойно на жаре, наденьте панаму. Разве это какие-то особые рекомендации? Панама и вода и тенек. Все, это показано всем людям. Не надо себе придумывать жара и ВСД. ВСДшники плохо переносят жару. Я уже все вам объяснил. Все то же самое, та же схема работает со всем остальным. На самом деле вы постоянно занимаетесь интерпретацией, поскольку у вас внутренняя тревожность большая. Второе. Откуда возникает ваша общая внутренняя тревожность, которая уже потом заставляет вас интерпретировать окружающие обстоятельства как тревожные? Она возникает от того, что у вас есть несколько сфер, в которых что-то идет не так или пошло не так. Мы уже говорили об этом в предыдущих роликах. Посмотрите, пожалуйста, ролик. Он называется «Схема терапии неврозов». Он буквально один из крайних роликов. Я сейчас просто не хочу повторять этот контент. Поэтому понятно про кардиофобию, понятно про жару. Вы постоянно все интерпретируете, вы постоянно видите угрозу, вы постоянно видите аргументы, которые якобы опасны, якобы опасны, якобы угрожающие. Этим вы и наслаиваете тот самый второй уровень, о котором я говорил в предыдущем ролике. Его обязательно посмотрите. Понятно? Поэтому не надо себе придумывать про жару. Если вы будете мне орать в ютюбе о том, что мне же хуже, да всем людям некомфортно. Но никто из этих людей не интерпретирует жару как угрожающий фактор, поэтому им не так плохо, как вам. Вам неплохо на жаре, вам повышенно тревожно на жаре. Ваша вегетативная система ничем не отличается от моей и от соседей Дуси Бурлаковой. Понимаете? Это очень важно понимать. Вы постоянно все пытаетесь рассмотреть через призму угрозы. И пока вы не перестанете это делать с помощью консультирования, вы все будете интерпретировать как опасное. Порой даже очень смешные вещи. Например, встречный ветер, прокисший творог, что-то там еще. В общем, ну вы поняли меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно смотрите все предыдущие ролики и будущие. Поставьте отметку на колокольчике, чтобы получать оповещение. Ваш Алексей Красиков, канал Неврозы Мегаполиса. Кому интересна терапия неврозов в более глубокой профессиональной сфере на сайте Красиков онлайн. Начинается набор на новый тренинг. Он начнется 10 июня. Пожалуйста, при-х-ди-те. Увидимся, пока.